Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать рог изобилия. Существует такой миф, что младенец по имени Зевс, оказавшись в пещере на острове Крит, сумел выжить, а впоследствии стать богом, благодаря молоку, козы. И когда коза потеряла один рог, Зевс в благодарность сделал этот рог символом богатства и изобилия. Сделать его можно самим, своими руками и чего угодно, из папье-маше, из бумаги, из картона, но считается самым действенным сделанный амулет из настоящего рога. У меня есть такой рог. Кроме рога мне понадобится два подноса, один 30 см в диаметре, второй поднос 36 см в диаметре и два шампура. Шампуры сгибаем с одной стороны оба и с другой стороны. Затем берем рог изобилия, примеряем. Теперь шампуры нужно согнуть произвольным образом, так, как нам нравится. Главное, чтобы в результате, когда мы примерили, они стояли устойчиво. Вот что у нас получилось. Одну купюру оклеиваем двусторонним скотчем. Затем разрезаем на полоски и этими полосочками уже обматываем и обклеиваем нашу подставку. Вот эту часть, которая приклеивается к рогу, оставляем не обклеенной и нижнюю часть тоже не оклеенная. Клеиваем только вот серединку. Теперь клеим кристалл, приклеиваем обе части. Итак, приклеили. Вот держится хорошо. Нашлось вот такое колечко картонное, я туда его вставлю на всякий случай, чтобы просто крепче держалось. Чтобы, не дай бог, не выпало. Теперь нужно приклеить на наше блюдо. Вот я выбрала такое блюдо. И вот теперь нужно сюда приклеить. Ну, куда приклеить? Надо так, чтобы потом все эти деньги падали в серединку. Поэтому вот это место должно быть над серединой. Намечаем место. И приклеиваем. Вот, собственно, она и так стоит устойчива, даже без клея. Вот, но нужно все равно приклеить. Я обезжирила ацетоном. Теперь надо чем-то придавить. Оставляю на сутки. Итак, все отлично приклеилось, крепко держится. Вот что получилось. Теперь берем бумажные деньги, сворачиваем их на шпажку, чтобы они были у нас такими завитушками. Так, а теперь придумываем, куда. Ну, вот можно обмотать. Начинаем снизу. Обматываем и приклеиваем кончик, чтобы остальное было свободно. Вот. И дальше уже идем кверху. Так, как придумаем. Вот что у нас получилось в результате. Непонятно, на чем держится, потому что у нас изогнуты были шампуры произвольным образом. Вот видите, такая получается загадка. Очень интересно. Я думаю, что деньги лучше свернутыми приклеить, а не просто разложить. Тогда можно полностью замаскировать ножки, на которых держится рог изобилия. Вот что получилось в результате. Думаю, многовато денег. Хотя, денег много не бывает. Украшаем наш рог изобилия цветами. Маленькими, большими, по своему вкусу. Мы один поднос вставим в другой. А также насыпаем гору конфет. Вот такая красота у нас получается. Если видео было вам полезным, то ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Каждую пятницу новый мастер-класс. До новых встреч, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!» Субтитры подогнал «Симон»!